Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне стартует ежегодный конкурс «Человек-года». Из 30 конкурсантов дальше пройдут только 20. Ребят разделили на две команды. Они готовятся к конкурсу, учат слова песен, разучивают танцы. Также на поляну приехали преподаватели по вокалу. Между Денисом Козловичем и новенькой девушкой Дашей Сухорученко завязывается отношение. Денис пишет «Мне понравилась Даша, я сделал все, чтобы она осталась на проекте. Она милая и хорошая, и нам комфортно вместе, несмотря на разницу между нами в 10 лет. Но мне кажется, что она мало внимания уделяет мне. Я думаю, что поговорю с ней, и у нас все наладится. И на этой неделе я хочу заселиться с ней в отдельную комнату». Даша же ревнует Дениса. Ей не нравится, как он танцует в паре с Натальей Бичан, их совместной поддержки и близостел. 4 июля Бичан и Козлович будут танцевать на открытии школы танцев на Рублевке, где Денис будет преподавать современный танец. Даши эта идея не по душе, и она собирается сорвать выступление Козловича. Игорь Трегубенко и Элла Суханова после своего медового месяца прибыли на съемочную площадку на Сейшелах. У них начинаются трудовые будни. Как вы помните, Венцислава Венгржановского и его новую девушку Лену Серебрич заселили в отдельную комнату. Но ребята поругались, и ночь они провели порознь. Оля Райская хочет выкупить Диму Дмитренко у Оли Рапунцель и доказать коллективу, что Рапунцель нужны только деньги. Райская пишет, «Сегодня я предложила Рапунцель 150 тысяч рублей за Диму, чтобы доказать самому Диме, что с ним девушка, которая легко его продаст. Мы мирно с ней поговорили, она не дала четкого ответа. Завтра она едет на кастинг, и кто знает, чем все это закончится». Также Райская считает, что Дима сошелся вновь с Рапунцель только ради рейтингов и победы в конкурсе «Человек года». Она же рейтинговая королева, а я обычная искренняя девчонка, пишет Райская. Он делает ей показушные свидания для эфиров. Это самый удивительный мужик в моей жизни. Руслана Мишина и Семен Фролов поссорились и разъехались. Руслана пишет, «Вместо того, чтобы поговорить и решить проблему в отношениях, Семен построил себе отдельный домик. Все же домики заняты, так как к нам приехали Игорь, Элла и ее мама». Что интересно, в свой прошлый приход Семен Фролов тоже сбежал от проблем в отношениях на крышу, где построил себе домик. Так что история повторяется. Руслане и Семену нужно очень постараться, чтобы не вылететь с реалити-шоу. Буквально на днях их обсуждали на Лобном, и все участники заявили, что пара Мишина и Фролова очень скучная. Девушка больше интересовала коллег и зрителей, пока пыталась наладить отношения с Колей Должанским. Недавно Вика Романец поразила поклонников стрижкой каре. Но долго она не продержалась в новом образе. Сейчас девушка вновь вернула себе длинные волосы. «Да-да-да, я снова сделала шикарные длинные волосы. Не могу быть однотипной каждый день с каре. Не накрутишь, ни хвост завязать. Бантики, заколочки вообще выкинуть можно. Разве что удобно и все. Но я за красоту. Ведь мужчины любят глазами. Они у них больше развиты, чем мозг». Ксения Бородина ответила на некоторые вопросы подписчиков. Ксюша рассказала, что боится показывать свою маленькую дочь, потому что она боится сглаза, но заверила, что малютка – вылитая копия Курбана. Грузинское имя Тиона нравилось Бородиной давно, поэтому другие варианты она даже не рассматривала. Также она рассказала, что в ближайшем времени хочет сделать себе татуировку с именем малышки, которая будет в несколько раз превышать размеры уже имеющейся с именем первой дочки Маруси. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.